Добрый день, мои дорогие подписчики и случайные посетители моего канала. У меня в гостях Татьяна Жарова, врач-травматолог-ортопед. В предыдущем выпуске я вместе с Татьяной рассказывала вам, как сделать свою жизнь в каблуках легче, радостнее и жить в них, на них, не знаю как правильно, без боли. И я не могла удержаться и не попросить у Татьяны профессиональных советов, так скажем, по-молодежному лайфхаков, как разгрузить, как это правильно сказать, как помочь своим ногам. Как сделать вашу жизнь прекрасной, дорогие девочки. Поэтому у нас сейчас будут с вами советы. Хочу дать несколько лайфхаков по поводу ношения каблуков в любом возрасте. Да. И в 70, в 80, в 90. Так что, Таша, у нас еще вообще много-много времени хождения на каблуках. Да, будем шебутными старушками. Значит, первый момент. Старайтесь выбирать все-таки удобные туфельки. Удобные, что это значит? Это значит, каблучок желательно, если вы уж любите ходить на каблуках, это от 5 до 7 сантиметров. Это достаточно комфортный каблук, это может быть очень элегантная шпилька и очень хорошо вытягивает ножку, вытягивает весь силуэт. Второй момент. Если вы знаете, что вам предстоит ходить весь вечер на каблуках, возьмите с собой какую-то запасную обувь. Тем более, сейчас с этим проблем вообще нет. Положила в сумочку балетки, которые складываются вообще элементарные, мягкие, которые мало места занимают. Я, кстати, так сказала. Походила на каблучках, одела балетки, разгрузила свои ножки красивые. Зимой только сложно. Зимой сложно, но мы же не все время по улице ходим, мы же в помещении, в конце концов, можно тоже иметь где-то... Продолжай, продолжай. Где-то можно иметь под столом, например, какие-то очень уютные, удобные уги. И когда вас не видно, одеть тёпленькие, красивые, симпатичные, модные уги. Отлично. Выпить чайку, выпить чайку с ёлками, представь, что ты в лесу и фея. А потом аккуратно, элегантно переодеть туфельки на каблуках, на шпильках, и красиво выйти за свои волшебные. Шикарно. Так, продолжай. Следующий совет. Значит, опять же, вы должны разгрузить свои ножки. То есть вынули из туфелек ножки, встали, постояли на носочках, на пяточках, на носочках, на пяточках. Сделали там 25 раз. То есть поделали упражнения, которые тоже, во-первых, обладают тем, что улучшают кровообращение. Во-вторых, разгружают наши мышцы, наши связки. Третье. Просто можете поднять ножки и покрутить стопой. Покрутить вокруг, в одну или в другую сторону. Если вы находитесь дома, или вы находитесь в офисе, или на какой-то там ещё работе, и у вас есть возможность, скажем, в перерыв, когда никто не видит, если нет возможности лечь, есть возможность только сидеть, приподнять ножки, то есть положить ножки на соседний стул и посидеть так 5-10 минут. Тоже прекрасно работает. Если вы находитесь дома, и у вас есть возможность прилечь, то то же самое. Выложитесь, приподнимаете ножки и ставите их, опираясь на стеночку. Ещё очень хороший такой совет, такой простецкий абсолютно, тем более перед Новым годом. Сейчас мы все делаем какие-то композиции, как-то украшаем дом. Мы часто используем какие-то вот ёлочки, мандарины, грецкие орехи. Берёте два грецких ореха, кладёте на пол, ставите на них стопу и качаете вправо-влево, вправо-влево. За счёт вот этой вот красивой очень скорлупы грецкого ореха у вас получается тоже своеобразный массаж и, опять же, улучшение кровообращения, разгрузка вашей ножки. Это такой вот хороший метод, который позволяет разгрузить наши ножки и почувствовать себя в тонусе. Следующий такой момент, я, например, его вообще очень обожаю, всем своим пациентам рекомендую, особенно сейчас современные эти дети любят. Когда вы приходите домой, уставшие, сапожки сняли, вы всё равно идёте, чаще всего принимаете душ или как-то моете ножки. Поэтому возьмите просто тазик, даже не надо покупать гидромассажную ванну. Берёте тазик, кладёте туда душ, можете туда что-то добавить. Берёте с собой телефончик или айпатик или книжку любимую и 10 минут сидите. Прекрасный гидромассаж ног и прекрасно снимает любую усталость. Поэтому вот такие простые советы позволят нам ходить на каблуках, не испытывать при этом боли и прекрасно себя чувствовать. Отлично, спасибо тебе большое. Жилина Хромченко в прошлом году выпустила коллекцию обуви, которая продавалась в иконике, которая предназначена именно для российских женщин. Потому что, оказывается, подойдя очень серьёзно к этому вопросу и исследовав с врачами-ортопедами особенности ножки нашей российской женщины, оказалось, что у нас стопа шире. И поэтому очень удобные шпильки за счёт того, что более широкая колодка сделана для наших российских женщин. Поэтому выбирайте. Я тут тем временем надела туфли, которые уже со стельками. Вот видите, там стелька, туфли. И вот хочу... Вот, кстати, сапоги, с которых всё началось. Они у меня тоже уже с этой стелькой. Вот. И хочу вам сказать, вы знаете, действительно, ну, прям даже как-то легче вот стоять уже легче. Потому что я в последнее время реально не могла. У меня вот в этом месте прям очень болело. Вот. Так что надеюсь, что наши советы вам помогут оставаться женственными, ходить на каблуках и днём, и ночью. И летом, и зимой. Так, давай подытожим. То есть вот все эти советы дадут нам возможность... Все эти советы дадут вам возможность прекрасно жить, чувствовать себя легко, идти по жизни с удовольствием, радовать себя и своих близких, чувствовать себя всегда королевой. И самое главное, найдите, пожалуйста, только свои туфельки. В любой линейке обувных магазинов выбирайте, девочки, ищите свои туфельки. Итак, с вами была Таша Муляр и Татьяна Жарова. На моём канале Модные Советы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие ещё выпуски вы хотели бы посмотреть. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok